У многих мы храни мечтим в памяти, и поэтому я хочу сказать Шма. И все, кто могут встать, давайте встанем и секундочку почтим. Композиция, которую я недавно написал, называется «Прилив нежности». Я хочу сказать от имени многих своих сверстников и моих детей большое спасибо за то, что вы дали нам день сегодняшний. И спасибо за то, что мы можем жить, дышать, любить, ходить, двигаться, потому что всем этим мы обязаны вам. Композиция, которую я написал, называется «Прилив нежности». Шалом, ля кулам, савтут, сабут. Здравствуйте, дорогие наши любимые бабушки, дедушки. Большое спасибо тех, кого сегодня с нами нет. Я думаю, они видят нас на небесах. И я хочу, чтобы сейчас под эту композицию наши дети, знак благодарности, выходили к вам и поздравляли вас. И спасибо вам за победу. Вы знаете, у меня пропал дед без вести, дед Сасун. Те, кто рождался на праздник Торы, называли либо Сиха, либо Сасун. Я ношу его имя. Другой дед пришел до Берлина, Захария. И когда он вернулся в Тербент, к сожалению, был признан врагом, и вот праздник в слагерь, он бежал. Вы знаете, хочется вспомнить про все. И, наверное, здорово, что благодаря вам вы не узнали, что это такое. Спасибо, что вы выкинули то, что никто не мог выкинуть. Была Ихатын, была Румын, была Багиа, были стреляны евреи, больше, где осталось 3% всех евреев в Белоруссии, в Украине. Здесь сегодня находятся все евреи в Термии, потому что в основном все евреи эвакуировали когда-то. Низкий поклон всем. Спасибо, что вы сегодня с нами. Здорово, что мы можем просто подойти вот так к вам, прикоснуться, сказать вам большое спасибо. Спасибо, что вы выиграли, спасибо, что вы победили. Я хочу сказать, чтобы наши дети, не дай Бог, чтобы наши внуки увидели то, что мы благодарные дети, внуки. И вы знаете, здорово, что вы есть. Да, вас очень мало, но вы есть. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Будьте счастливы. Зай и Сын, от меня весь Сын, до 120 вам. Пускай ваши дети продолжат то, что вы не успели. Ваши внуки приводнесут вас и никогда не будут забывать то, что вы нам сделали. Большое вам спасибо. Мы вас очень любим. Тогда, векой лет, спасибо вам большое. И если вы позволите, я хочу, чтобы люди, которые сейчас и в этом зале, в Израиле, в домах, кто-то в каталках, я не знаю, в Керешках, мы все говорим вам спасибо. И давайте все вместе с залом скажем шалом. Трички, шалом! И хочется вам пожелать долгих лет. Я не знаю, сколько вы еще будете с нами, но я думаю, что память о вас мы будем хранить, говорить и рассказывать своим детям. Вы знаете, когда рассказывают, что я родился на Кавказе, и у нас был очень спокойный еврейский, и говорили, что у вас какой-то классный. Если вам так было, спасибо за победу. И как, что-то так, как мне произойдет, что вас не трогали, спокойно пекли мацу, ходили детьми. Сифарских евреев было 200 тысяч на Кавказе. Они жили в Изобожане, в Гербейке, в столице Божьем в Еврееве была одна, в Чистике Горска. Кто-то предпринчил, кто-то нет, у кого-то получается, у кого-то менее получается. У нас была синагога, я помню, когда мне делали обрезание, я был довольно-таки большой, мне было 6 лет, мне не сделали на 8-й день, как это было положено. Но вы знаете, был приглашен раввин из Кубы, это большинкрасная слобота. И люди, несмотря на то, что был коммунизм, ничего не боялись, и делали, и делали, резали куриц, и делали шедух, и делали емкий порт. Вы знаете, если бы не вы, наверное, сейчас не было бы этого дня, вечера, большой автосиб, очень вас любят, будь и здоровы. Вы знаете, у меня есть такие стихи, я очень хочу, чтобы все, кого сегодня с нами нет, услышали, поняли, что мы вас очень любим и никогда вас не забудем. Когда утихнет боль и брат, но вновь заноет память сердце, и взору встанет мил взгляд, кто умер, но остался в сердце. Купите водки и вина, и посидите у могилы. Живым могила не нужна, лишь умершим нужна могила. Она не греет, не хладит, не радует, не огорчает. Она лишь душу берегит и к ностальмии пробуждает. К тому, кто был когда-то жив, кто улыбался и смеялся, кто плакал, пел и танцевал, кто смерти в жизни не боялся. Для чего тогда живым давалось жить? Чтобы бояться, бояться погребенным быть, не отпеть, любить и не сдаваться, не угасать, не увидать, не изглевать душой широкой. Чтобы жизнь, как вечный мир, прошла, чтобы в памяти осталось многих, кто нас любил, кто нас ценил, кто ненавидел и боялся, кто вдалеке, кто рядом был, кто смерти в жизни не боялся. Любите, люди, целый мир. Добро цените мы и не вечные. Любите, не жалея сил. И будьте, люди, человечные. Я очень счастлив, что у меня остался в живых мой дядя, который сейчас живет в Варсаве. Это дядя Давид. Он носит, я ношу имя его брака, который упал в бедности. Дядь Давид, большой тебе низкий поклон. Спасибо, что вы тоже. Вы жили в Дагестане, среди инсульман. Это было очень легко, непросто. Но нас всегда любили, мы умели договариваться. И вы знаете, я хочу сказать слово, которое любят говорить сегодня все евреи, и не только, которое живут в Израиле. Ан-Исраин-Хай. Это означает, что еврейский народ жив. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.